Вместе по пути. В Чувашию приехала делегация Архангельской области. Перед тем, как познакомиться с работой предприятий, гости встретились с председателем правительства региона Иваном Маториным. Подробности в следующем материале. Официальная программа визита делегации Архангельской области расписана буквально по минутам. За два дня гости намерены побывать в пяти районах и познакомиться с работой не только крупных предприятий, но и небольших хозяйств. Власти обоих регионов ставят задачу наладить деловые связи между бизнесменами. Первый шаг на встречу друг другу партнеры сделали два года назад, когда между республикой и областью было подписано соглашение о сотрудничестве. В последнее время мы очень хорошо взялись за совместное сотрудничество, за реализацию нашего соглашения. И за очень короткий промежуток времени такие плодотворные, я считаю, получились поездки наших коллег в Чувашии. Притом такие, знаете, очень предметные, конкретные. Я помню, встречу организовывали, конкретно прямо приезжают нам нужно с такими-то предприятиями. Сейчас чувашские предприниматели поставляют на Архангельский рынок муку, трикота, шобу, краски и станки для обработки дерева. В ближайшее время в этот список могут попасть и танк-контейнеры для перевозки грузов. Их намерены закупать на Архангельском заводе химических реагентов. В области присматриваются и к новым разработкам предприятий электротехнического кластера. Давно уже известно, у нас налажены связи с вашими предприятиями, таким как Чувашцанский электропаратный завод, наукоемкие предприятия, ИЦИ, Брестер, Динамика, ЭКРО. То есть всю вашу продукцию мы прекрасно знаем и покупаем, приобретаем. В перспективе предприниматели намерены подписать контракты на закупку чувашского мяса, сыров и овощей. Агрария республики готова выращивать на своих полях семенной картофель из Архангельска. Ученые области вывели более 150 сортов. Используя вот эти холодные ночи, действительно микроорганизмов намного меньше, действительно патогенов намного ниже уровень. И поэтому можно выращивать, не применяя больших дорогостоящих препаратов химических, выращивать действительно качественный семенной картофель. В Чувашию могут быть налажены и поставки замороженной рыбы. Архангельская область славится своей семгой, треской и камбалой. За год в регионе вылавливают более 150 тысяч тонн. Ну, вроде как треска и треска, но она отличается тем, что это сделано в современной упаковке. Сделано филе, там косточек нету. Она 4-7 килограмм фасовка, очень удобная. Культура переработки есть, кадры есть, понимание, как работать с рыбой есть. Итог переговоров – подписание конкретного плана по реализации соглашения. Стороны уверены, что товарооборот между регионами будет увеличен. В первую очередь дать продвижение своей продукции, которая реально может заместить какие-то импортные аналоги. Ну и получить от Архангельской области то, что нет у нас в Чувашской республике. Это вот здесь мы услышали и целлюлоза, бумага. Это продукция деревопереработки. Мы договорились о том, что мы, создавая базу так называемого субконтрактинга, это база предприятий потенциальных поставщиков и покупателей, мы их обязательно объединим, чтобы поставщики и покупатели Архангельска могли видеть своих коллег в Чувашии. Регионы намерены развивать не только экономику. В мае Чувашскую делегацию пригласили принять участие в масштабном туристическом форуме. Медрик Ковалев и Олег Якимов. Республика.